Приветствую вас, дорогие друзья, из студии Славянской Церкви Христиан Адвентистов 7 дня. Вновь прошла очередная неделя, мы встречаемся с вами для того, чтобы продолжить размышления над посланием к Ефесской Церкви. Очень важная и значимая весть, которую апостол Павел направил христианам, живущим в этом городе. Весть, которая дает надежду, которая направляет и помогает пережить времена сложные, времена испытаний, и дает надежду на скорую встречу с Господом нашим и Спасителем Иисусом Христом. Мы сегодня, друзья, продолжим с вами размышлять над первой главой, и общая тема наших размышлений называется «Сила Превознесенного Иисуса». Дорогой Господь, мы вновь представили перед Твоим обличием, и Господи, благодарим за милости, которую Ты нам даруешь, за благословение, за то, что мы имеем доступ до Твоего Священного Писания. Особенно сейчас просим на это время, Господи, Духом Святым, коснись каждого сердца, который будет изучать вместе с нами тему, даруй нам мудрости, Господь, представить эту тему, а также помоги, Господи, глубже понять Твое Священное Писание и эти темы, которые представлены. Мы, Господи, все уверяем в Твои руки, и все это просим во имя Иисуса Христа, Господь наш. Аминь. Аминь. В прошлый раз мы с вами очень много и подробно разбирали первую часть первой главы посланий Кефесской Церкви, говорили о тех благословениях, в которыми Павел выражает благодарность Господу, говорили об их важности, говорили о том, как много Иисус Христос делает для нас, и вообще, как много Иисус Христос значит для Павла, и это мы наблюдаем из послания в Эфесскую Церковь, потому что он очень часто, подробно и практически каждый раз по возможности упоминает об Иисусе Христе, как о самом главном для жизни христианина. Сегодня, друзья мои, я хочу, чтобы мы начали размышления с вами с двух молитв, которые апостол Павел помещает в это послание в молитвах, в которых он молится об христианах в Эфесе. Первая из них записана в первой главе с 15 по 23 текст, и было бы хорошо, наверное, если бы мы их зачитали, и вторая молитва записана в третьей главе с 14 по 21 текст. Давайте, пожалуйста, мы прочтем эти две молитвы, а затем сравним, сравним эти молитвы, и сравним те темы, которые апостол Павел поднимает в этих двух молитвах. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминаю и о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Иисусе, воскресив Его из мертвых и посадив в одесну Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только во всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главой церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Ради этого я и стою на коленях в молитве перед Отцом, от которого получает имя каждый род на небесах и на земле. Я молюсь, чтобы по богатству своей славы Он духом своим наделил вас внутренней силой, и чтобы через веру в ваши сердца вселился Христос. «Молюсь, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, вместе со всеми святыми могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви Христа, и могли познать эту любовь, которая превыше человеческого разумения. Молюсь, чтобы ваша жизнь преисполнилась всей полнотой Божьей, а тому, чья сила действует в нас, и кто может сделать гораздо больше того, о чем мы просим или даже о чем помышляем, дабудет слава из поколения в поколение, навеки через Иисуса Христа и через царьковь». Аминь. Какие красивые молитвы, да? Вот. Скажите, друзья мои, вот что вам бросается в глаза? Какие темы Павел здесь поднимает в этих молитвах? Может быть, какого типа эти молитвы? И к чему они нас могут научить христианам 21 века? Интересно то, что он молится о том, чтобы они могли до конца понять любовь к Божию, его принятие, как тут сказано, широту, глубину, высоту этой любви? Мне, на первый взгляд, это выглядит чуть-чуть странно. Потому что Павел-то обращается... То есть это не евангельская программа, где Павел обращается к неверующим, желая их утвердить в Божьей любви. Он пишет письмо верующим христианам, которые, по идее, и так уже знают, что есть Божья любовь, что такое принятие Божье. Ведь они-то пришли к Богу, наверное, поняв эту любовь или осознав эту любовь. Но раз он пишет об этом людям, которые уже являются верующими или христианами, значит, он слышал о какой-то проблеме, которая там существовала. Мы говорили об этом в прошлый раз, что вообще это послание написано по причине того, что где-то появляется вот этот надрыв во взаимоотношениях между христианами и Иисусом Христом. Гонения, трудности, переживания, это все начинает гнетать. И люди начинают сомневаться, а стоит ли оно того? То есть, ну, ради чего все это? Поэтому Павел старается опять напомнить им, кто есть тот, в кого они веровали и почему эту веру стоит хранить и развивать. Вот что мне сразу бросается в глаза, когда начинается эта молитва в первой главе, в 15 тексте. Он говорит, я непрестанно не перестаю Бога благодарить за вас. Вот интересно, несмотря на то, что апостол Павел знает, что в этой церкви есть проблемы, есть переживания, есть какие-то сложности. Видно, что люди не сказали, что они готовы уже прямо завтра вознестись на небеса. Он благодарит Бога за них. И вот это слово непрестанно. Дальше написано, неустанно прошу Бога за вас. И он перечисляет, о чем он просит. Вот эти вот вещи, непрестанно и неустанно. Значит ли это, что он только целыми днями? Ну, понятно, он находится под домашним арестом. Времени у него побольше, чем у того человека, когда он шил палатки. Вот, но неужели он только и делает, что стоит на коленях и молится за них? Ну, мне кажется, что это просто передает глубину его желания. Понятно, что никто из нас не может, ну, окей, теоретически может, да? Только этим и заниматься, и только этим думать, читать там молитвенник целый день с утра до ночи и вспоминать эту, ну, эту проблему. Но мне кажется, что если мы говорим о здравом смысле, о нормальной жизни, то эта мысль, она скорее передает его чаяние, чаяние его души, или его глубокое желание, чтобы это произошло. Поэтому каждый раз, когда он о них вспоминает, он об этом молится и просит об этом Бога. Ну, это приблизительно отношение между отцом и сыном, скажем так. Он, как отец, всегда помнит о сыне. То есть, ну, не бывает такого, что он может забыть. Ну, понятно, что есть какие-то моменты, о чем-то другом ты думаешь, или ты отдыхаешь. Но Павел здесь, говоря о непрестанности и постоянстве, он говорит о том, что их взаимоотношения были довольно-таки глубоки и очень тесны, потому что мы видим, как он говорит, я слышал о вашей вере. Я просто удивлю, как мне нравится, что я слышу, какой в этом подвиг веры совершаете, и так далее, и тому подобное. Он это говорит, чтобы, как бы сказать, еще ближе стать. То есть, вот эти взаимоотношения, как отца и сына, как матери и дочери, настолько близкие, чтобы они, и в принципе мы дальше видим, что он так и говорит на таком уровне, чтобы они поняли, что они очень близкие друзья, близкие по крови, близкие братья, и постарается повлиять на них, чтобы они изменили что-то. Мы точно не знаем из этого, но мы видим, какая-то проблема есть там. Да, мне интересно, когда я читаю, особенно вот Ефесянам и другие послания Павла, насколько длинны его предложения. И как будто, мне кажется, вот захлебываешься вот в следующем, в следующем. Вот есть такая практическая такая реакция. Но на самом деле мне очень нравится, как он говорит, во-первых, благодарность, это его ударение идет, и потом он уже объясняет, в чем и за что он просит христиан. Вот характерно, что отражается, чем резонирует я, безмерно величие, могущество его в нас. Он как бы напоминает в благодарности, на что мы способны как таковые, потому что очень часто бывает, жизнь нас садит, говорит, на место, и бывает не всегда так приятно. Но он показывает, в чем мы как христиане, чем мы обладаем, и следовательно, мы благодарим за это. Это один компонент. И второй, вот сам акт благодарности, он подразумевает настоящее. Есть такая практика, которую мы проходили в семинаре, связана с grounding, когда человек садится, и он хочет признать, что есть в настоящем, особенно в контексте очень сильных волнений и переживаний. «Я сижу, все хорошо, мир еще не разрушен, все хорошо». И это акт благодарности, когда мы признаем, что уже есть. Вместо того, чтобы жить завтрашним днем, это дает чувство конкретного настоящего момента. Подводя итог вашим словам, получается, что апостол Павел всячески старается показать им, что он для них не чужой, что он их духовный отец в первую очередь, они для него дети. Поэтому он всячески старается Бога о них благодарить. И с другой стороны, он просит Бога о том, что он был с ними, чтобы он их благословил. То есть мы видим здесь сразу элемент ходатайственной молитвы. И для нас это хороший пример, потому что, в общем-то, мы с вами также можем быть духовными родителями, может быть, не для целых церквей, но для каких-то отдельных людей, которые когда-то пришли к Богу, которых Бог использовал, чтобы мы могли им свидетельствовать или добрым словом, или добрым примером. И когда мы о них вспоминаем в молитве, мы тем самым поддерживаем эти теплые отношения и вот эту связь направляем внимание Бога на них и помогаем Господу в дальнейшем окружать их своей заботой и вниманием. Мы с вами сейчас обратим внимание на первую молитву, которая записана у нас в первой главе. Я хотел бы, чтобы вы вычленили как минимум три вопроса или три аспекта, о которых Павел молится, чтобы они были у верующих в Эфесе. Этот отрывочек у нас более подробно с 17 по 19 текст. Посмотрите, пожалуйста. Мне кажется, это важно. Давайте я почитаю прям вот эти два стиха, потому что тут на самом деле достаточно ярко это проявляется. Я молюсь, чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, прославленный Отец, дал вам дух мудрости и откровений. Это первая просьба. Второе, чтобы вы лучше познали Его. И третье, я молюсь и о том, чтобы Бог просветил очи вашего сердца, и вы увидели, что представляет собой та надежда, к которой Он нас призвал. По сути, вот это третий пункт, на который здесь Он обращает внимание. Какое практическое значение имеют вот эти пункты для христиан, для нас даже с вами сегодня? Когда я читаю эту первую фразу, дал духам мудрости и откровения, это касается двух сфер восприятия человека. Потому что когда мы говорим мудрость, то это что-то связанное с исследованием, с размышлением, с анализом, когда мы вот копаемся в Слове Божьем, когда мы сравниваем разные места библейские, смотрим на какие-то исторические моменты, ну то есть занимаемся серьезным исследованием. Помните, Христос когда-то сказал, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. То есть другими словами он говорит, сравните те места, которые говорят о Мессии, и вы увидите, что они все сбылись вот во мне, в моей жизни, в моем служении. Вот что означает мудрости и познание. Но откровение, это что-то такого личного характера, да? Когда человек получает личное откровение, я не хотел бы, конечно, сюда сильно вплетать какое-то, знаете, сверхъестественное, что-то вот такое, но все же это какой-то личный опыт, который мы переживаем через то, что происходит в нашей жизни. Как мы видим руку Божью, которая проявляется в тех или иных обстоятельствах, и эти моменты свидетельствуют нам о том, что Бог действует в нашей жизни. То есть одна сторона, повторюсь, это глубокое исследование и размышление, другое это вот тот личный опыт, когда мы доверяем Богу и видим, как его рука проявляется в нашей жизни. При мудрости откровения и как бы второй фактор, когда мы изучаем, исследуем священное писание, в этом слове еще подразумевается, что практическое применение не просто интеллектуальное изучение. Мы как бы видим с историей, бывает, что иногда человек интеллектуально знает Библию, но у него нет этой жизни. Так что он подразумевает компонент двойной. И когда говорим о откровении, да, конечно, не будет такого громового голоса нам, Илья, я тебе говорю, такого нет. Но подразумевает непосредственное откровение Духа непосредственно человеческую душу. Когда мы читаем это священное слово, и мы понимаем, что мне Бог что-то здесь хочет сказать. Вот именно вот об этом говорил, чтобы каждый христианин был способен, мог не только прочесть, не только интеллектуально проанализировать, но и связать это непосредственно с опытом определенным. Ну, заметьте, что здесь не говорится о каких-то предсказаниях будущего или чего-то другого. Здесь говорится премудрость и откровение к познанию Его. Павел говорит о личном опыте познания Иисуса Христа. Вы понимаете, это не то, что там откровение или что-то Даниила, какие-то там сложные вещи. Здесь Павел говорит о том, чтобы мы Духа премудрости получить, чтобы познать Господа Иисуса Христа. Ведь в то время это было намного сложнее. В той культуре, где они жили, где зычество, боги, вот это все, это было очень сложно понять. Бог был здесь на земле, Он умер, где Он сейчас? Это действительно нужно было Божьи откровения, чтобы люди принимали Господа Иисуса Христа вот таким, как Павел его представляет. И поэтому Он здесь говорит, что здесь нужна премудрость, откровение Божье, чтобы просветились очи ихни, чтобы они действительно в Иисусе увидели Бога. Да, я хочу еще подчеркнуть такой момент, друзья мои. Смотри, получается, вы говорите о мудрости. Писание нам говорит, кому не достает мудрости, тот просит у Бога, да, и тот дает ему. И Павел здесь концентрует внимание, что нужно просить мудрости, чтобы познать Бога, чтобы приблизиться к Нему. И Бог всегда ответит на такую молитву, потому что Он желает всем сердцу, чтобы мы Его познавали, чтобы мы открывали. А с другой стороны, откровение, мы с вами часто говорили о том, что мы можем познать Бога ровно настолько, насколько Он нам откроется. А Он открывается в природе нам, в Священном Писании, и самое великое Его откровение, которое было, это в Иисусе Христе. И когда мы соединяем эти две вещи и стремимся к познанию Бога, это тот личный опыт, о котором вы говорите, это то, что переживает каждый христианин, который встречает Бога. И мы с вами, и наши зрители также имеют возможность, если еще не пережили это, пережить этот чудесный опыт, когда через изучение, глубокое изучение Божьего Слова, вот, и через опыт, который Бог открывает, когда Бог открывается сам в опытах личной жизни, познавать Его. Но мне нравится продолжение этого текста, вот Роман заметил эти вещи, что он делает еще нас способным и умом, и сердцем, то есть, как бы, это два слова показывают, что всецелым, да, цельным человеком, осознать надежду, которую мы имеем в Иисусе Христе. Вот, и все то, что Бог нам уготовил. Я вновь вижу, как Павел, вот он, понимаете, вот он постоянно, как бы, просыпаетесь, говорит, официально, просыпаетесь. Да, вы живете, помните, как-то в откровении Анна пишет, ты живешь там, где престол сатаны. Вот, официальная церковь, по сути, ну, это богиня, там, этот храм, это престол сатаны, и весь город, все внимание людей туда сосредоточено. А Павел говорит, просыпайтесь, потому что у вас большая надежда, у вас есть Христос, который намного сильнее, могущественнее, он готов вам дать разум, мудрость, больше, чем у всех этих философов и мудрецов, которые там сосредоточены, для того, чтобы вы приблизились к нему и получили эту надежду. Разве это не большое обетование для каждого из нас? Знаете, я о чем думаю, ведь мы с вами живем тоже в очень непростое время. И сегодня вот этих так званых идолов, которые отвлекают внимание людей, которые являются, особенно если говорить о молодежи, о подростках, которые являются более яркими, более привлекательными, более такими. Ну, то есть, даже если взять героев современной студии Marvel, они там вот все тут, они заботятся о людях, они стараются помочь, защитить, у них суперспособности. И вот они тут, ты их видишь глазами, ты можешь их воспринимать, хотя многие не понимают, что это всего лишь картинка и спецэффекты. Но вот оно тут кажется вот таким реальным, а Христос, ну, он такой добрый, прощает, любит. Ну, вот как он может защитить нас? Как он нас может спасти от каких-то проблем, переживаний, от суперзлодеев, от супербеды, с которой мы сталкиваемся на каждый день? Поэтому вот эта весть апостола Павла, которую он пишет к Ефесянам, что мы должны на самом деле поразмышлять, пересмотреть, вникнуть в те обстоятельства, которые были, когда Христос жил на этой земле, какие проблемы он решал, как он решал эти проблемы. И он тот же и сегодня, и он способен решать наши проблемы таким же образом. Поэтому, да, сегодня, мне кажется, эта весть, она тоже очень актуальна к современному миру, чтобы мы проснулись и не переставали напоминать себе, кто есть тот Христос, в которого мы верим. Да, хотелось бы еще подчеркнуть, что мы должны поставить себя в место там, где Бог над нами может работать. Здесь конкретно и очень ясно, что мы просим у Бога, мы ждем Его просветления, мы ждем Его, как бы, соприкосновения с нами. Но если мы не ставим себя туда, где мы можем принять, другими словами, соответствие, место соответствия с тем, настроить свое сердце. Вот говорится здесь, очи и сердце непосредственно ссылаются на духовное зрение, где человек понимает духовно, что происходит. И, к сожалению, да, очень иногда легко видеть яркое и материальное сейчас, чем то, что не всегда ясно и которое будет потом. Вот, так что, вот я что вижу здесь тоже, мы должны быть там, где нас может встретить Бог, а не там, где он нас не встретит. Пророк говорит, ищите меня, да, пока я близко, ищите меня всем сердцем вашим. Дорогие друзья, это прекрасная возможность и призыв апостола Павла не только к Ефетской церкви, но и к нам, размышляющим на словом его в студии и к тем, кто будет смотреть нас. Это прекрасная возможность еще раз задуматься, а просим ли мы у Бога мудрости и духа познания Его, либо чаще всего мы ищем чего-то другого, более материального. Быть может, это для нас хорошая возможность искренне склониться перед Богом на коленях и искать Его, искать, и Он обязательно откроется, и пережить новый опыт обращения или возрождение духовного вместе с Ним. В этих двух отрывках больших, которых мы сегодня читаем, друзья, я думаю, что вы заметили, что Павел очень часто использует такое слово, как «сила». Я хочу, чтобы мы поразмышляли с вами, что это за сила, как эта сила проявилась в воскресении Иисуса Христа, какую роль она сыграла в этом. Можно обратить внимание буквально на несколько текстов. Послание к Ефесской Церкви, 1 глава, 20 текст, 1 Коринфянам, 15 глава, с 20 по 22 текст. Интересно то, что здесь апостол Павел, он просто говорит об этих событиях, как о факте, который состоялся. Ну, давайте я прочитаю 1 Коринфянам, 15 главу, 20-21. «Но воистину воскрес Христос из мертвых, и это было начало. Ведь если смерть пришла в мир через человека, то и воскресение мертвых через человека». То есть, опять-таки, здесь просто как факт говорится, что Христос воскрес, и через него жизнь пришла в этот мир. Мы не знаем тайны этой силы, да, вот, источник, ну, не то, что... Мы знаем источник, но мы не можем объяснить природу этой силы, да. Вот как возможно, чтобы мертвый человек, вот он воскрес, чтобы те клетки, которые умерли, тело, которое распалось, или уже начало распадаться, чтобы оно могло опять восстановиться. Мы не можем сейчас с точки зрения науки объяснить это или доказать этот факт. Но мне кажется, что вот в этом проявляется и сила. Потому что это чудо. Если бы это можно было доказать, если бы это можно было экспериментально повторить, то это уже как бы, вот, есть факт, мы это можем, мы знаем механизм, мы знаем, как это можно сделать. А то, что мы не можем это сделать, но у нас есть факт, есть свидетельство. А когда мы говорим о воскресении Иисуса Христа, у нас есть очень много подтверждений вне библейских, которые говорят о воскресении Иисуса Христа, вот, исторические документы, которые об этом говорят, то это как раз и делает это событие невероятным. То есть это какая-то сверхъестественная сила, которая способна решать нерешаемые вопросы. И для нас это чудо. И это помогает нам, как говорится, свергать горы. Ведь мы верим, что Бог способен дать нам возможность это сделать. Вообще для Павла воскресение Иисуса Христа, это является таким центром, вокруг которого все крутится. И мы помним и другие его послания, он говорит, если Христос не воскрес, то что мы тут вообще делаем, как говорится. И потому что он пережил вот этот опыт. И в действительности, ну, победа Христа на кресте и его воскрешение, оно именно гарантирует наше спасение и наше преобразование. Здесь, в принципе, Павел об этом и говорит, что если Христос воскрес, то есть эта сила смогла воскресить Христа самого, то есть Христос сам себя воскресил этой силой, то что для него изменить вашу жизнь? То есть сделать у вас других людей? Потому что он очень часто говорит, что Христос есть Творец. То есть Творец может из вас сделать. Вы были там, вот, миру поклонялись, а Господь может вот этой силой, динамитом, если мы возьмем это слово по-гречески, динамитом, Он может вас сделать другим, совсем другим человеком, новым человеком. Да, хотелось бы продолжить мысль Василия, прочитав филиппийцам 3, с 18 по 11, один из текстов. «Да и все почитаю, четою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога поверив, чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Мне интересно, что, как и в других местах, иногда мы смотрим на воскресение Христа как на окончаемый акт, а не как действие. Это часть процесса. Вот Павел из всех пишет, чтобы найтись в нем, я стремлюсь к нему, чтобы познать его. Кто нам сказал, что мы провели субботнюю школу и узнали, что такое сила Господня? Воскресения Его нет. К чему мы это ведем? К тому, что вот этот процесс мы должны познавать, и это придет. Это не то, что мы узнали, и все. Как бы сила воскресения, и что это значит для нас, это для каждого, как бы, он открывается по-разному. Но что хотел бы я еще сказать, что сила воскресения, это как, по-английски звучит слово, верит, это как проверенное. Получается, мы верим тебе, мы верим тебе, вот ты умер, говоря к Иисусу, но когда ты воскрес, ты подтвердил, что это работает. Как бы я тоже со стороны современности смотрю на это, он подтвердил весь цикл, весь life cycle, и мы можем следовать этому примеру. Да, мне нравится, что апостол Павел, он прямо заявляет, что Иисус Христос, он воистину воскрес, то есть вообще никакого сомнения нет. И Роман, вот предыдущий вопрос, он обратил внимание, что ну как, ну Бог уже такой, он любит, он добрый, ну как он может нас в чем-то защитить, да? А здесь апостол говорит, смотрите, у него есть такая сила, такая сила, которая сильнее смерти, которая сильнее у смерти, которая сильнее всех сил, которые существуют. И он поднял Иисуса Христа. Мы же помним с вами, что Христос, кто умирал не первой смертью, он ведь не просто уснул, да, как мы с вами уснем, он пережил вторую смерть, изделение с Отцом. И эта сила его подняла со второй смерти. Поэтому это надежда для нас, это упование, дорогие друзья, для нас, что написано, верующий во Христе, если умрет, то воскреснет. Если Бог воскресил Иисуса Христа, который пережил вторую смерть, то тем более он воскресит тех, кто верует в Него и всего лишь навсего уснет. И для нас это надежда, что наш Бог, Он силен и всемогущий до сегодняшнего дня. Хочу, чтобы мы продолжили с вами размышлять над силой, о которой пишет апостол Павел. Меня интересует, друзья мои, практически такой вопрос. А каким образом мы можем лучше с вами использовать силу Иисуса Христа в своей жизни? Какие наши действия и решения могут препятствовать нашему доступу к этой силе? Ведь, наверное, это важно, получать доступ к этой силе. Знаете, порой сталкиваемся с такими вопросами. У меня был такой опыт. Ну, то есть, есть проблема, которая, по сути, есть однозначная воля Божья в Библии по поводу этой проблемы. Человек тоже понимает, что, по сути, это вот так надо решать этот вопрос, потому что он тоже знаком с Библией. Но внутреннее влечение тянет его совсем в другую сторону. И когда мы говорим с третьим человеком об этой ситуации, вот что, вот есть проблема у этих людей, вот как ее решить, вот молиться о том, чтобы Бог вмешался, но Бог и так вмешивается. Мы же понимаем, что Бог борется за их, решение их вопроса и переживает еще больше, чем мы переживаем. Тут не то, что его надо упросить, чтобы он решил этот вопрос. Молиться, чтобы Бог им дал понять ошибку, которую они делают. Так они понимают. Они понимают, что то, что они делают, это неправильно и надо искать другие решения этого вопроса. О чем молиться? Какую силу? Сила Божья что должна сделать в их жизни? Порой вот разводишь руками и все. Дать силы осознать, дать силы увидеть последствия, чтобы эта сила помогла. Ну вот я, я понимаю, что у нас есть сила, вот как ее применить. Я порой говорю, Господи, я даже не знаю, что сделать в этой ситуации. Ну честно, не знаю. Я просто прошу, чтобы ты каким-то образом это решал, потому что у меня нету вариантов решения этого вопроса. Поэтому иногда у нас есть четкое понимание, да, что нам, чего мы хотим, от Бога. Например, вот Петр находится в темнице и вся церковь молится, чтобы его освободили. Понятно, да, о чем молимся. Кто-то болеет и мы молимся о том, чтобы Бог помог решить эту проблему, чтобы Бог исцелил, чтобы Бог поддержал. Это как бы хотя бы понятно. Ты видишь, о чем ты, какого характера проблема и о чем нужно просить. Но иногда ситуации бывают настолько сложные. Мы знаем, что у Бога есть сила, но как ее использовать? Мы просто говорим, Господи, только ты что-то делаешь. Ты сам распорядись, как ты считаешь необходимым. Здесь пример я бы привел пророка Илью. Вы помните, какой силой он божьей, совершает вот это чудо, огонь сводит с неба, вот это жертвоприношение и так далее, и тому подобное. Потом уничтожает 400 ложных пророков. Но позже он падает как бы в определенную депрессию. Он убегает, закрывается. И сила Божья как действует? Тихим веянием ветра. То есть нам не надо представлять всегда, что Бога, короче, горы разрываются, землетрясения, вулканы рвутся. Иногда это бывает тихое веяние ветра. Я бы сказал, это очень часто бывает. Чаще всего, я тоже хотел это почерпнуть. Чаще всего это бывает тихое веяние ветра, который Дух Святой, вот эта сила влияет на тебя, говорит тебе, слушай, это тебе не надо. Пойди другим путем. Но ты заглушаешь вот этот момент. И твой выбор в этот момент, на чью сторону стать, как бы вот эта сила, она влияет на тебя. И ты чувствуешь, но ты борешься, понимаешь? Поэтому это наш выбор. Это наш выбор, личный выбор. Спасибо. Хотелось бы интересно сравнить вот этот вопрос, как мы можем лучше использовать силу Христа в своей жизни. Вот послания Павла очень часто показывают, кто мы во Христе. А кто мы во Христе? Абсолют и совершенство. Но мы знаем, реальная жизнь не такая. И наталкивает меня на мысль, как сравниваются в контексте договора, когда идут соглашения, когда две страны воюют, и каждый хочет во время соглашений, называется settlement, когда договариваются, вытянуть его больше кусок. И когда одна сторона выходит со своим предложением, другая понимает, есть позиционное требование, а есть чисто такая фактическая. Нам Павел предоставляет позиционную позицию, которая всегда выше. Мы в конце выиграем, мы в конце выигрываем, в конце мы знаем, кто побеждает, мы знаем, кто выиграл, мы знаем, какими инструментами мы можем оперировать. И находимся, мы скажем, вот здесь. И нам нужно просто в свете победы действовать, что мы выиграем. Это очень часто помогает в анализе, вот как Василий говорил, что, когда нам Дух Святой напоминает, что нам не нужно, потому что конечная цель выше. Нам нужно быть с выигрышной стороной. Как бы это вот ассоциация у меня вот там предоставить себя и видеть конец со стороны, что мы выиграем. Мне очень нравится, братья, ваши примеры. Интересно, получается, что это сила, перед которой вообще ничто не может устоять. Вот и горы крушатся, да, и море расступается, если нужно. И солнышко назад, мы знаем, и Священное Писание может пойти. И мертвый воскресает, и Иисус Христос, который умирает своей смертью, поднимается. Вот пример, который Василий приводит. Вот эта сила подходит к человеку, и она останавливается. Она может же мгновением его сокрушить, уничтожить, стереть, и ничего не будет. Но вот эта сила останавливается и ждет, пока мы скажем, войди, да, или мы примем решение, войди и действуй, меняй нас. Как Христос говорит в притче, говорит, впусти в сердце, я стою, я стучу, впусти, я буду хозяином твоего дома, впусти меня туда. А если не впускаем, или впустили, а потом сказали, ну ладно, спасибо большое, выходи, то приходит всем злейший, приходит другая сила, которая наполняет. И для меня, друзья мои, дорогие наши зрители, это парадокс, что такая великая могущественная сила останавливается перед несовершенным грешным человеком и учитывает его желание. Позволите ты силе действовать или нет? Это в ваших руках сегодня. Позволите Иисусу Христу своей могущественной силой менять ваше сердце, делать самое великое чудо, на которое способен Христос. Апостол Павел постоянно пишет здесь, как мы все согрешили в первом Адаме, так во Христе Иисусе уже в нашем втором Адаме мы вновь можем возвратиться в Отчий Дом. Апостол Павел в первой главе Кефесской Церкви, во второй главе, в шестой главе двенадцатом тексте достаточно часто упоминает о духовных силах зла. Как вы думаете, почему он об этом пишет? Ну, о силе Божьей понятно. Ему же нужно убедить Ефесину, что вот есть сила, которая обновит их, изменит, которая сильнее всего на свете. Но зачем ему упоминать об других силах, о силах зла? Ефес, город, на то время был центром духовности, магии и этой науки. И вот даже интересно, на то время и христиане, и не христиане знали, что это есть. Я с практического опыта знаю, когда мы проходили некоторые классы и проходили кейсы, которые упоминали о присутствии духов в недвижимости. Стоит ли говорить потенциальному покупателю, есть ли там злые духи или нет. Я очень отчетливо помню, одноклассница была и весь класс она была, человек 70. И практически весь класс просто смеялся над мыслью, что концептуально может быть без, может быть злая сила, настолько профессия такая материальная и мне это просто наталкивает на то, я сижу и спрашиваю у одноклассницы, которая была в прошлом христианка, как в принципе в нашей профессии обычно в прошлом это, и говорит, нет, я абсолютно не верю, ты с шуткой на меня смотришь, ты тоже веришь в это все? Это в контексте Павла напоминание, что это все очень реально, это все там, это все действует, и это с этим нужно, его нужно учитывать в нашей работе. Посмотрите, Павел пишет Ефесянам, у них ситуация какая, множество богов, духов, всего, что таков возможно, там заклинателей, пока не перечислят всех и все, как говорится, и Павел четко и ясно в 21 стихе говорит, что он превыше всякого начальства, власти, силы, господства, всякого имени, именно не только в все веке, но и в будущем, то есть, Павел, как говорится, подводит четкую черту, он говорит, что не важно, сколько там вы придумаете этих богов, там 100, 1000, 2, Христос всегда выше, всегда выше, всех начальников, всех богов, всех духов, то есть, это не играет роли, потому что вот, вот эта высота, вот этот Христос, вот он превыше всего. Ну так сложилось в православной наверное этой культуре, что бес воспринимается вот как такое существо с поросячим рывом, с копытами, с рожками, и вот эта знаменитая повесть «Вечерой на хуторе Близде Каньки», да можно на этого беса сесть, его обуздать и куда-то там зачубить камни для нарочан с одной стороны это вот вот вам это то, что Илья говорил, это вот такое пренебрежительное отношение, но оно к чему приводит? Оно приводит к тому, что человек перестает бодрствовать. Знаете как? Христос же говорит, дьявол ходит как крыкающий лев и щакова поглотить. И если мы невнимательны, мы понимаем, что Бог нас защищает, да, но если мы, и как Вася сказал, он сильен решить любую проблему, но если мы умышленно идем на территорию сатаны, то Бог не идет вместе с нами, извините. Если это не умышленно, а какие-то другие обстоятельства, да, Бог будет защищать нас везде. Но если сегодня это очень популярно, люди там начинают заигрывать там с вызыванием духов умерших, с контактами, там какими-то сверхъестественными гаданиями, ворожба, они даже не понимают, что они открывают двери навстиж, напрямую, что дьявол и его ангелы входят в их жизнь и начинают там действовать в открытую. Поэтому Павел говорит об этих силах как о силах, которые, ну, то есть, противодействуют нам. И нам нужно всегда быть на стороне Христа, если мы хотим победить. Потому что, как бы то ни было, мы понимаем, что все же ангелы это существа, которые по своих возможностях они стоят на ступеньку выше, чем люди. И, скажем так, повторюсь, пренебрегать этим не стоит. Этого не надо бояться. Вася уже сказал, Христос способен победить любую сверхъестественную силу, но не надо пренебрегать этим, не надо с этим заигрывать. Иногда смотришь на человека и ты видишь человека. Вместо, чтобы видеть за этим человеком силу какую-то, ну, выше этого человека, злую. Это один компонент. И второй компонент, который, интересно, недавно как бы так осознаешь, что в контексте войны, которая вне, над людьми, например, план человека умирает, бывает с человеком. Ну, максимум на два поколения может быть план перенести. Ну, скажем, национальной корпорации, там сколько, ну, планы пойдут на 300-500 лет. Ну, когда там организация планирует тренды всего мира, да. Но если мы ставим себя в распоряжении того, кто видит темные силы, вот про это, как бы, соединяя вот эти все мысли, нужно понимать, учитывать, понимать, что мы выигрываем, но поставить себя именно не в свои, как бы, планы, что самодеятельностью заниматься будут, не-не-не, ты должен быть пешкой, потому что ты не увидишь этого всего. За этим человеком может быть другие организации, другие планы, другие духи, что это просто необходимость. Мы можем, мы, скорее всего, проиграем, если мы не поставим под управление именно Духу Святого, потому что мы единственным в виде дальше. Да, это возвращайтесь к той молитве, да, что Христос говорит, дай мудрости и откровения в познании тебя, чтобы ты руководил моей жизнью, чтобы ты передвигал мою жизнь, как считаешь необходимым, потому что действительно, друзья мои, вот как мы все сказали, Павел уже все-таки пишет это в Эфесе, и мне кажется, что мы иногда смеемся над людьми, которые жили намного раньше нас, ну они там древние, отсталые, у них там того не было, этого не было, но вот что касается, скажем так, осознания реальности другой силы, темной силы, которая действует, мне кажется, в христиане в Эфесе это вы очень увидели, что там происходит, как оно там происходит, и даже тот случай, который мы читали в книге Деяний, когда бес отколотил там желающих его изгнать, это написано, что все убоялись Бога, и нахали страхи великим, друзья мои, и это напоминание от апостола Павла и нам христианам, потому что наш кинематограф Голливуд, он сегодня всячески пытается поставить все в другую сторону, что темные силы, они помогают, они приходят, нас утешают, они нас поддерживают, да, вы знаете, я удивился, нейросети сейчас, которая, искусственный интеллект развивается, они направлены на то, что сегодня буквально я читаю, отправь данные о своих родственниках умерших, все эти самые, и они создадут чат-бот, который виден нейросети, он будет перед тобой являться и утешать тебе, рассказывать какие-то опыты из жизни твоей, то есть, как твой родственник, даже на последнем съезде вот в России, видел там нейросеть Жириновского сделали, который как он там ругается, это что к чему, это заигрывание с этими темным силами, о чем вы говорили, поэтому Павел нам говорит, друзья, понимаете, что они есть, они действуют, они реальны, и вы можете быть их рабами, впасть в их зависимость, если вы не доверите свою жизнь Иисусу Христу, и мне очень хотелось бы, дорогие зрители, чтобы вы были очень внимательны к этим вопросам, они серьезны, если мы открываем дверь для темных сил, поверьте, в отличие от Божьей силы, которая останавливается при всем своем могуществе и ждет, чтобы человек открыл сердце, то темные силы, они выбивают дверь ногами, врываются в вашу жизнь, и потом очень сложно, очень сложно, ну без Божьей помощи, невозможно вернуться обратно, только Господь может очищать, и те из нас, кто сталкивался со случаями экзорцизма, изгнания темных сил, друзья, мы, это очень сложная, очень такая, не очень приятная процедура. Я хотел бы, чтобы посмотрев на первую главу, 22 и 23 текст, мы поразмышляли, какие же преимущества имеет сегодня церковь, церковь благодаря тому, что Христос был возведен на престол во вселенной, и его господство над всем, что на небе и на земле, вот какие это преимущества дает церкви? Но на самом деле, когда ты осознаешь, что превыше всего на этой земле находится Иисус Христос, то какое бы положение ни занимал человек, с которым тебе придется встретиться, ты понимаешь, что это ничто по сравнению с тем, что ты находишься перед лицом Божьим. Ты его дитя, ты под его водительством. И даже если тебе придется встретиться, как мы уже говорили, со сверхъестественной силой, вот противостоящей Богу, то ты понимаешь, что и это есть ничто, потому что Бог превыше и этих сил. Если ты понимаешь, что Бог превыше смерти, что Бог превыше болезни, ну то есть нету такой силы, помните, как в другом месте сказано, что ничто нас не может разлучить с любовью Божией, ни вшишина, ни глубина, никакая тварь, ни смерть, ничего не может разлучить с любовью Божьей. Если ты начинаешь задумываться над этим, это помогает настолько проще относиться ко всем тем проблемам, которые могут быть в твоей жизни и могут вызывать какой-то страх. Это дает тебе умиротворение, покой, при любых обстоятельствах, какими бы ни были они в твоей жизни. Здесь надо немного глубже посмотреть на великую борьбу и противостояние дьявола и Иисуса. Вы помните, что это были два херувима, которые служили Господу, и мы знаем вот эту всю ситуацию, что произошло. И мы знаем, что сатана, дьявол, тогда он был Люцифер, он хотел, чтобы все было покорено ему, понимаете, чтобы было все для него, но он этого достичь не смог. А Христос, унизив себя, стал как человек, пришел на эту землю, умер за каждого из нас, своей любовью, он доказал, что он любит, воскрес, и когда он поднялся на небеса, что случилось? Все было покорено под его ноги. Все превыше всего стал, понимаете? Он не силой, не обманом, а любовью, добротой, заботой о человеке, он достиг этого. Ну, я подъезжу к этому вопросу со стороны церкви, хотя и вопрос звучит, какие преимущества церкви возведения Христа? Это возможность быть в едином теле. Вот, например, быть частью единого, вот как Роман говорил, что неважно, какой уровень у человека на земле, ничего его не сломает. И это возможность быть в церкви, которой является Христос, которую уже возвысил. Другими словами, это часть неба, это часть будущего, прямо сейчас. Ты становишь, ты интегрируешь себя в эту экосистему, чтобы как бы быть уже наследником всего этого, прямо сейчас. Как бы для меня вот этот вот резонирует, вот этот подход больше, потому что мы через церковь это можем увидеть, но нам нужно быть именно телом Христа, а не главой Христа. Бывает наоборот. Да, Христос глава, который ведет свой церковь к этому концу. Да, очень хорошо, что апостол Павел, смотрите, он интересно, вначале он молится, как бы и обращает внимание на какие-то индивидуальные моменты, которые было бы хорошо, чтобы каждый христианин обрел во Христе. И в конце он подводит всех под церковь, под единство, под одно тело, из которого и состоит сегодня, который доверил Господь особую миссию. И он глава этой церкви, и он продолжает оставаться главой, он не ушел в отпуск, он никуда не делся, да. Он побуждает нас сегодня выполнять свою миссию, поддерживать руки, и он дает мудрость, дает духа своего, святого своей церкви, чтобы она также величина шествовала по земле. И самое главное, те мысли, которые сказали братья, ведь Христос, он уже победитель. Он глава или руководитель команды, которая обречена на победу. Я бы сказал так, предопределена уже на победу. Если, друзья, вы хотите быть частью этой команды, если вы хотите вместе со Христом одерживать победу, провозглашая Евангелие, вам никто не мешает. Пожалуйста, молитесь, вместе со своим пастором, со своей общиной, двигайтесь вперед, потому что Христос приглашает нас к этому. И последний вопрос, друзья мои, самый простой, практически, мне кажется, нашим зрителям будет очень интересно послушать, вот, как вы на себе испытывали силу молитвы, как молитва приближает нас к Богу и к той силе, которая предложена нам в Иисусе Христе. Может быть, какие-то коротенькие опыты у вас будут, может быть, какое-то интересное размышление. Мне кажется, это было бы полезно всем нам обогатиться друг другу практическим опытом. Я могу начать. В середине ноября прошлого года, даже, может быть, октябрь, я точно не помню, решил я молиться только о Царстве Небесном. Вот есть обещание, вот ищите прежде Царства Небесного и все остальное приложится. Остальное, Господь, твои проблемы. Вот если я буду искать тебя, и вот язык чесался в следующих полгода. Вот помолиться о себе, о работе, когда сложности бывают и на работе, не всегда выходит. Как бы и рабочие, и издания, и новый офис искали, и развивали, как бы, свою работу. Ну, язык чешется, помолиться, ну, что помоги, Господь, ну, помоги. Вот. Сделал обещание, но я знал, я знал, это мой не первый был опыт, конечно, не в таком направлении, что если молишься, если ты молишься, то не то, что там сверхъестественно, там, Илья, я сейчас все тебя настрою, и так вот, ну, все настроилось. Нет, ты смотришь назад, только потом видишь, что произошло. Я никогда не видел этого наперед. Получается, ты молишься и просто действуешь. И 6 месяцев спустя, там, компания в 2 раза выросла, приехали в классный офис, все так хорошо получилось, и смотришь назад, и только потом соображаешь, что это произошло. И это не раз в жизни бывает, так что у меня очень часто такой опыт, я как бы, если есть возможность, делюсь тем, что иногда мы под иллюзией читаем другие истории и слышим разные опыты, что якобы помолюсь, и сразу все произойдет, из-за того, чтобы подождать, и бывает молиться о благодати, увидеть, что тебе Бог уже сделал, бывает, Он нам сделал, и мы даже этого не увидели, как бы, но это мой такой опыт. Спасибо. Знаете, сила молитвы иногда даже не, может быть, не твоя молитва, чижая. Мы недавно пошли на трекинг, так называемый, на водопад, очень интересный опыт мы пережили, мы там, не один раз уже мы ходили туда, мы знаем, как туда идти, обратно, каких-то, как бы, проблем никогда не было. Ну, уже мы тут возвращаемся, и я как говорю, сила Божия нас повела вообще другим путем. Вот идем, идем, вроде бы, никуда не поворачивали, а я смотрю, мы идем вообще другой дорогой, вот вообще другая дорога. Ну, женщины начали паниковать, мы заблудились, я говорю, да не заблудились, вот, Бог нас ведет, какие проблемы. Идем дальше, буквально несколько минут, мы видим, так, внизу, женщина. Мы спрашиваем, вы куда хотите, ну, что-то, смотрим, она такая, distracted, как это по-русски. Растерялась. Растерялась, растерянная, растерянная такая. Мы спрашиваем, вы на водопад? Я ей говорю, только вы правильно идете. И мы уже идти, я смотрю, она не двигается, я думаю, что такое? Я говорю, вам нужна помощь? Да, мне нужна помощь, я просто заблудилась, я вообще потерялась. То есть, я думаю, эта женщина молилась настолько упорно, что сила Божья нас просто незаметно передвинула, и мы пошли совсем другой дорогой. И мы вытащили эту женщину, мы еще через деревья наши парни помогали ей перейти. То есть, вот такой опыт, мы просто видели сила молитвы, даже наша, мы утром молились, значит, как мы всегда молимся. Господь, помоги, чтобы мы полезны были кому-то сегодня. И Бог использовал вот свои силы, просто даже незаметно, как говорится, Он просто нас переставил, и мы идем, мы просто, ну, мы там не первый раз, мы знаем, куда идти. И тут смотрим, мы другую дорогу идем. Я говорю, нет, мы не идем другой дорогой, Господь нас повел этой дорогой. Слава Богу. Слушайте. В нашей жизни есть очень много опытов, но часто мы к ним относимся, ну, как нормальные явления в жизни, но, конечно же, есть такие яркие моменты, которые проявляются, и которые запоминаются тебе на всю твою жизнь. У меня тоже был такой опыт, этот опыт именно, он давно был, был такой момент, я тогда совершил пастырское служение в Украине, ну, и понятно, что финансовые обстоятельства, они чуть другие возможности, и у нас была такая идея, как бы нам поменять машину, и вот идея заключалась в том, что жена должна была бы поехать на заработки, а я остаться с детьми, ну, и мы мылились, конечно же, Господи, прошу, введи своей рукой, потому что мы не знаем, как там все может сложиться, хотелось бы, чтобы во всем была воля твоя, и в конечном итоге, все эти планы ломаются, рушатся полностью, потому что мы встали перед выбором, оставлять служение, или продолжать служение, нет, нет, ни в коем случае, мы не ради чего не оставим служение, и вы знаете, прошло несколько лет, прошло несколько лет, то есть мы даже не сомневались, и в один из дней, один из наших братьев говорит, Роман, ты знаешь, я куплю тебе машину, и через несколько недель, этот опыт до сих пор меня в дрожь бросает, он привозит 20 тысяч долларов, в Украине, приезжает ко мне домой, привозит 20 тысяч долларов, вот отсчитал наличную, и сказал, иди в магазин, покупай машину, то есть я, это было сложно представить себе тогда, но, но вот, Бог удивительным образом решает вопросы, когда ты просто доверяешь ему, и при любых обстоятельствах, даже без задней мысли, ты решаешь остаться вместе с ним, и идти дальше по жизненному пути. Спасибо вам огромное за ваши опыты. Дорогие друзья, вы видите, что Божья сила, она не только действовала в Эфесе, она не только действовала в те времена, когда апостол Павел находился в заключении, пытался подбодрить верующих в Эфесе, она действует сегодня, и примеры моих братьев сегодня, это большое свидетельство этому, а если вы будете смотреть нашу программу, молиться передвигает горы, я уверен, что вы еще больше убедитесь, насколько сила Божья могущественная. Завершая сегодняшнее размышление, мне очень хотелось бы, дорогие друзья, чтобы каждый из нас позволил этой Божьей силе, которая все сокрушает, которая находится превыше всего, и все покоренной нашему Спасителю и Господу Иисусу Христу, который воскрес и смерти, благодаря Божьей силе, чтобы мы с вами позволили изменить ей наши сердца, чтобы мы впустили Иисуса в свою жизнь, пусть Он меняет нас, пусть Он берет нас в свою команду, пусть Он приглашает нас быть частью Его тела. Мы хотим быть с тобой, Господь. Давайте об этом помолимся. Отец наш милосердный, Господь любящий и праведный, мы безмерно благодарны Тебе за это послание, за эту весть, которую апостол Павел, каждое предложение напоминает нам, что все от Тебя, все в Тебе, что Ты, Господь, могуществен и велик. И никто, и ничто, и никакое имя, никакая сила не может с Тобой сравниться. Оно даже в подметке Тебе не годится. Господи, мы забываем об этом часто. Наше внимание рассеивается. Нам, Господи, становится страшно и тяжело, и больно. Мы начинаем роптать, потому что вводим свой взгляд от Тебя. Но я прошу Тебя, чтобы сегодня Ты концентрировал наше внимание на Тебе, чтобы, Господи, жизнь наша была под отчет на Тебе, чтобы сила Твоя, она завладела сердцами нашими. Мы отдаем их Тебе, Господи, чтобы Ты был Господином нашей жизни, чтобы Ты был не просто главой церкви, но главой каждого из нас. И мы знаем, что Ты приведешь нас к славной победе и к воскресению, и физическому, и духовному. Тебе слава за все и хвала. Аминь. Нет. Редактор субтитров А.Семкин